Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на полуфинальный матч Кубка Английской Лиги Саудгэмптон-Ньюкасл. Это будет первая игра, которая состоится 24 января. Информация будет полезна слушателям, которые привыкли думать своей головой, а не слепо следовать советам других. Смотрим, как соперники прошли предыдущие раунды Кубка Английской Лиги. На пути к фоллофиналу святые прошли Кембридж, Шеффилд, Уэнсдэй и Линкольн. Причем в матче с Шеффилд и Уэнсдэй пришлось играть серию пенальти. В четвертьфинале Саудгэмптон немножко неожиданно обыграл действующего чемпиона Англий 2-0. Причем это сделал достаточно уверенно, забив два гола и не дав сопернику много шансов ответить. У Нью-Касла сетка была посложнее. Сороки в первом туре обыграли Транмир Роверс 2-1. Затем тоже по пенальти прошли Кристал Пелос. Затем был Борнмут 1-0 и Лестер 2-0. Как видим у Сорок сетка была чуть посложнее, но у Саута был очень сложный соперник в четвертьфинале. Последние матчи команд. У Саута только три победы в последних десяти матчах, причем все они были исключительно в кубковых играх. В последних шести матчах Саут строго чередует результативные низовые матчи, а также нулевые и забивные. На очереди стоит результативная забивная игра. У Нью-Касла только одно поражение в последних десяти матчах, причем тоже в кубковом матче и далеко не от самой сильной команды. В последних трех матчах Нью-Касл не пропускал. В последних десяти матчах Сороки пропустили вообще только три гола. Очные матчи. В очных матчах перевес на стороне Нью-Касла, который выиграл семь матчей из десяти. Все эти матчи были сыграны в рамках АПЛ. Последние четыре очные матча были результативными и забивными. Прогноз на исход матча. Гости идут явными фаворитами на эту игру и с этим не поспоришь. У Саута очень сложная ситуация в АПЛ. Между 21 и 22 туром Святым надо будет играть три матча. Дважды с Нью-Каслом на Кубок Английской Лиги 24 и 31 января. И матч с Блэкпулом на Кубок Английи 28 января. После этого в 22 туре Сауту 4 февраля ехать в гости к Брэнфорду. Нью-Касл из Кубка Англии уже вылетел, поэтому команда Эдди Хау менее напряженный график. Сороки очень сильно провели четвертьфинальный матч Кубка Английской Лиги против Лестера. В норме здесь гости не должны проиграть матч как минимум. Ничья в принципе возможно. Но поскольку через неделю будет ответная игра, в принципе против ничьей как бы не будет ни та, ни другая команда. В такой ситуации вот надежным вариантом выглядит непроигрыш гостей. Коэффициент правда слабоват, всего 1.20. Но если же выбирать вот между чистой победой гостей и ничьей, наверное лучше тут брать и второй вариант, который имеет коэффициент намного выше. А вероятность победы Нью-Касла ну не настолько выше, чем разница в коэффициентах. Но опять же, тут кому что больше нравится и кто какие цели преследует. Тотал голов. Последние четырёчные матчи в этой паре были результативными. Вроде бы как можно ждать и низовой игры. Саут Гэмптон в последних матчах чередует результативные низовые игры. У Нью-Касла идёт серия с трёх низовых и нулевых матчей. С этой стороны как бы можно ждать результативной игры. Ещё можно отметить, что у Саута идёт очень интересная серия, в которой чередуется счёт 2-1 с 1-0 или 2-0. Прошло уже три итерации такого чередования. На очереди стоит четвёртая игра на 2-1. Как видим, шансы на результативный низовой матч где-то примерно равны. Поэтому, как всегда, в таких случаях целесообразно брать вариант с более высоким коэффициентом. В нашем случае это тотал больше за 2-0-6. Оби забьют да нет. С оби забьют да нет ситуация примерно такая же, как с тотал меньше-больше. В очных матчах команды очень давно не играли нулевых игр. Нью-Касл в последних трёх матчах не пропускал. Саут дома почти всем забивает. В предыдущей игре с остановилась. Вятые забили 2 гола, но ни один не засчитали. Наверное, в такой ситуации снова надо смотреть на коэффициенты и брать вариант с большим значением. Это оби забьют да за 1-92. Подводим итог. Ожидаемый вариант на этот матч. Ну, конечно же, это будет не проигрыш гостей коэффициент 1-20. Оптимальный вариант. Оби забьют да коэффициент 1-92. Ну вот, на доходный вариант можно предложить тотал больше полтора гола на первый тайм. Коэффициент 2-98. У Нью-Касла идёт очень длинная серия с шести матчей, в которых команды не забивали голов в первых таймах. Пора бы уже как бы и выстрелить. Как оно будет, на самом деле покажет игра. На этом всё. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.